Здравствуйте! С вами Верещакин Непболист. Тема сегодняшнего видео Нападающий удар. Часть 3. Важные детали Прошло больше года после того как я выписал первое видео про нападающий удар Часть первая. Нападающий удар. Часть вторая И у меня накопился материал, который я хочу поделиться Это детали, которые не упомянул в первом-втором видео Чтобы смотреть это видео надо посмотреть первую часть, вторую Там больше информации, а здесь дополнение к этому Сначала смотрим то, потом здесь Я работал тоже после этих видео, когда я снимал, тоже работал на нападающий удар Как сделать его сильнее, эффективнее И накопилось у меня опыт такой Какой первый? Когда я показывал разбег и я как его делал Я посмотрел это у Леона Кубинский бесситболист Кубинский бесситболист очень хороший Очень сильно нападающий В приеме хорошо играет, блок И я посмотрел у него в разбеге В разбеге у него очень важно смотреть Вот я тебе показываю Когда делал разбег Вот так делаю, как любите А вот так делаю Руки мои, видите кисти? Кисти показываю Кисти вверх Что это дает? Более энергично отводим руки назад Вот если видно Более энергично отводим руки назад У нас сильнее прыжок И рука у нас лучше на замаху Вот за счет этого И сейчас я перед себя заставляю переучиться Это сложно, но надо много повторений сделать Чтобы раз и прыжок Готовимся Раз, прыжок То есть мы идем Раз, раз, два И вот в момент прыжка Мы должны замахить, руки отвести назад Второй очень важный момент У нас в нападающем ударе принимают участие все тело Косые мышцы, мышцы живота, спины, предплечье, предплечье, плечо, предплечье и кисти То есть все тело вызывает в ударе Но самую основную часть у нас делает вот это вот Предплечье Вот предплечье, вот эта часть Почему? Потому что во всем движении наибольшая амплитуда именно у предплечья То есть предплечье у нас делает больше То есть если вы хотите сильный удар Две вещи отведут Занимаемся Вот чтобы вот это вот движение Мышцы укрепляем И во время замаха Отводим плечо То есть если вы по сути так любитель бьет Любитель бьет нападает вот так Вот нападение Когда уже смотрите профессионал Вот что я делаю Он отводит локоть То есть если хотите сильным нападать Сильнее отводите локоть назад Отводим локоть назад Прогибаемся, как бы рука отстает Потом идет нападение То есть хотите сильный нападающий Отводите сильнее локоть Сильнее локоть отведи Больше замах Предплечье сильнее атакует Вот Еще что еще Какой момент То есть я смотрел как нападающий Наблюдал Изучал Нападают Лучшие нападающие Вот Какой момент Вы хотите сильнее нападать Вы даже не стоите у стенки Нападаете Вот Корпус у вас работает Да? Вы резко Корпусом То есть вы Корпус резко нападает В начале стадия резко нападает То есть вот я просто нападаю А теперь я резко делаю То есть вот Корпус, вот эта часть Резко начинает движение Это поможет усилить То есть посмотрите, когда все нападающие У них нападающий удар Резкий Вот эта часть Первая начинает движение В верхней части И делает резкий С ускорением То есть не просто наклон А с ускорением Еще какой момент Это я посмотрел У Мурилы Мурину Бразильский Нападающий Когда он нападает Вот когда он нападает Мы делаем нападающий удар В последней стадии Он делает Наклон головой То есть Сейчас покажу То есть Вот К моменту Наклоняем И делаем Наклон головой Для чего мы это делаем? Мы сильнее наклоняем корпус У нас сильнее наклоняется И туловище Сгибается Сильнее И за счет того, что мы наклоняем корпус Не корпус Голову Вот за счет этого движения Мы добавляем там Сколько-то процентов В удары И По физиологии Куда идут глаза За счет того, что глаза Наклоняются вниз у нас У нас Наш корпус сильнее сгибается То есть Повторяем Руки При замахе Отводим локоть Начинаем ускорение Туловище И в завершающей этапе Еще можно добавить головой Еще бы я хотел поделиться опытом За то время, которое я освоил нападающий удар Сейчас немножко дальше покажу Думаешь, что закруст вот такой Руки Отводим локоть Туловище И головой Поделюсь опытом Когда я освоил нападающий удар Вот в течение этого года Он у меня сильнее стал, эффективнее В каком году я пришел То есть Без высокого прыжка Не будет хорошего сильного нападающего удара То есть Если у вас рост высокий за 2 метра У вас это не так проблемой может состоять Если вы ниже Нужен высокий прыжок Все исправимо Высокий прыжок Я сейчас занимаюсь накачиванием ног Прыжка, резкости Высокий прыжок нам дает Нападающий удар Без высокого прыжка сильного нападающего не будет даже если вы будете сильно нападать на высокого прыжка вы просто в секунду нападете и блоку для вас уже проблем будет, которой не обойти то есть поверх блоку вы сможете блок аут сыграть второе, сильный нападающий удар это обязательно резкость то есть он резкий, то есть реакция должна быть тренируемой и еще следует как достичь этой резкости и я вот так делал, то есть я смотрел лучших игроков запись матча идет, лучшие игроки, как они нападают замедленные повторы, смотрим технику выполнения удара повторяем за ними, и вот особенно замедленные повторы делают или сами замедленно запускаете, может скорость замедленная на ютубе смотрите, скорость 0.5 поставили, два раза медленнее и смотрите технику удара, технику разбега, технику удара и повторяете за ними то есть вот повторяем за лучшими игроками вот я вот то, что сказал сейчас то, что вот Леон, я посмотрю на руки, Мурио все, то есть повторяем за лучшими игроками и тогда у нас тоже будем играть лучше все, подписывайтесь на канал если видео нравится, ставьте лайки подписывайтесь, друзья сейчас очень важно, чтобы на канале было много подписчиков просмотры, просмотры рекламы все это способствует развитию канала но сейчас я покажу это свечом как мы будем отрабатывать у стенки то есть мы будем отрабатывать отведение локтя и работу корпуса вот встанем у стенки и отрабатываем и когда удар у вас нехороший получается вы слышите это по шлепку то есть не по вялому, а по шлепку то есть не по вялому, а по шлепку поработаю уже подойти отводим руку и спасибо 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 я